Они не перестают ждать и надеяться, даже если самая главная мечта пока остаётся несбывшейся. В том, что однажды мама за ним всё-таки придёт, восьмилетний Илья ни на минуту не сомневается. А потому каждую ночь засыпает с мыслью о будущей счастливой семье. Я мечтаю, чтобы у меня была мама хорошая и добрая. И хочу, чтобы у меня была хорошая семья. Воспитанники приюта – 26 девчонок и мальчишек возрастом от 3 до 18 лет. У каждого из них своя печальная история, которую всегда готовы выслушать и понять воспитатели. Социальные мамы и папы поддерживают, советуют, заботятся и гордятся успехами. Сергей Шакиров говорит, самое страшное, с чем приходится сталкиваться практически каждый день – детские слёзы. Потому стараются дарить ребятам как можно больше таких важных и ценных радостных минут. Для нас они самые родные. Каждый ребёнок, который попал сюда, мы проживаем их жизнь до нас. И после нас, то есть мы стараемся вести ребёнка даже после того, как он от нас уходит. Мы созваниваемся, мы узнаём через кого-либо, как решает судьба этого ребёнка. Только ласка в первую очередь. Ну а во вторую мы, у нас все воспитатели что-то умеют делать руками. Вот вы видели поделки. Вот мы стараемся отвлечь детей. Вот у нас они много читают. У нас есть компьютерный класс для старших. Младшие дети у нас любят играть в семью. Делаем руками много поделок. Концертную программу для воспитанников детского приюта подготовили ученики 57-й школы. Рассказали стихи, исполнили вокальные номера. Я бы хотела нарисовать полём, ветер свободы, что меня донесёт. Ещё один подарок сделали совместно с благотворительным фондом «Корсунь». Вручили разноцветные зонтики и пожелали, чтобы погода в доме, пускай и временным, не была дождливой. Благотворительный фонд «Корсунь» познакомился с 57-й школой. Мы подписали соглашение о сотрудничестве. И чтобы развивать деток с 57-й школы, приучать их к социальной ответственности, мы приняли решение о проведении совместной благотворительной акции «Зонтик». Главный её девиз – дети детям, когда детки из 57-й школы организовали при помощи нашего, при поддержке, помощи нашего фонда сбор зонтиков. Такие волонтёрские проекты, как «Зонтики», они дают возможность нам сблизиться с такими детьми, которые нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, нуждаются в каком-то разнообразии их жизни. То есть мы приходим сюда с концертной программой, чтобы как-нибудь повеселить их, поднять им настроение в эти осенние дни. Новые «Зонтики» спасут от дождя, но главным укрытием от бед и проблем для этих ребят станет только семья. За последние 9 месяцев из приюта в биологическую семью вернулись 12 детей. Восьмерых забрали приёмные родители, четверых передали в Центр содействия семейному воспитанию.